В эпоху смартфонов и интернет-магазинов шоппинг обретает особый смысл. Помимо собственно покупки, большое значение имеет эмоциональная составляющая. Так магазины косметики постепенно превращаются в своеобразные клубы общения, где ты приятно проводишь время и узнаешь много нового. Молодежь любит тусить, молодежь любит делать фото или селфи, молодежь любит легкую, достаточно интересную атмосферу и любит, когда много собрано в одном месте. Когда мы задумывали наш формат, мы понимали, что просто магазин косметики, но мы займем очередное место в общем списке, где-то там. И у нас было очень много, честно говоря, идей, мыслей, очень много работы было проведено для того, чтобы придумать вот такой формат бьюти пространства. У меня два типа походов сюда, для себя и для дочки. Мы вместе с ней приходим. Ребенку мы покупаем все, что он видит и хочет. Вот, какие-то помадки свои там, ну, я в этом не понимаю, я мальчик там, да. А для себя любимого, это, конечно, покайфовать масочки, вот. И патчи, я для себя открыл новую штуку, называется патчи. Такие вот наклеиваешь, синяки под глазами, вот, и через какое-то время синяки все выходят. Это крутая штука. Я не сильно пользуюсь косметикой, то есть это тональное средство, тушь, помада. Я очень часто покупаю тканевые маски. И поскольку эта идея пришлась по душе более юной аудитории, это значит, что теперь они ведут на шоппинг своих родителей, а не наоборот. Когда они приходят к нам с родителями, нам очень важно соблюсти эту грань, когда родители очень заботятся о том, как повлияет на кожу их ребенка, на кожу их девочки уход, либо декоративная косметика, и при этом соблюсти вот эту грань работы именно с молодым, самым юным нашим клиентом. Поэтому чаще всего мы выбираем увлажняющие средства без антивозрастного эффекта, что-то максимально красивое, интересное, яркое, запоминающееся. Как правило, уже 11-12 лет, перед тем, как началась пора воспаления, началась пора каких-то проблем на коже лица, уже на тот момент мы должны их предупредить и максимально постараться помочь коже нашего юного друга. Визажист в косметическом магазине – явление привычное. Но если раньше макияж выполняли представители косметических марок, сейчас идея получила развитие благодаря каворкинг-площадке. Пространство для парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра, фрилансеров. Это зона для визажистов и нейл-мастеров. Там полностью оборудованы рабочие места. Есть столы, стулья, лампы, свет, выставлен гримерный стол для визажиста. И, в принципе, очень красивое бьюти-пространство. Очень часто девушкам сложно обеспечить запись на весь день себе. Они могут спокойно приходить на определенное время, работать здесь, либо приглашать своих клиентов, либо мы помогаем находить клиентов. Очень много молодых девчонок, которые только начинают работать, сложно снять где-то место в аренду. Пожалуйста, у нас бьюти-каворкинг, у нас мононит. У нас девчонки на касте даже ведут запись на макияж и на маникюр всегда. Можно записаться в социальных сетях, можно записаться прямо здесь, в магазине. Первые мысли были – это мое. Это мое, это потрясающий стиль, это розовое, это то, что очень любят зимфирные девушки. Я подумала, что в первую очередь приятно мне, и если приятно мне, то моим клиентам очень понравится. Новинки возникают так часто, что за ними не уследить. А потому очень важно заходить в такие магазины не только за продукцией, но и за новой информацией. Общаться, задавать вопросы, проводить время с пользой и удовольствием.